Здравствуйте! Это программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории региона зарегистрировано 182 происшествия, из них 13 преступлений, из которых 8 раскрыто в течение дежурных суток. По пяти проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 52 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники Управления МВД России по Ненинскому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В ночь с 13 на 14 апреля 2018 года сотрудники региональной госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого проверено 87 транспортных средств, выявлено 8 административных правонарушений. Минувшую пятницу сотрудники отдела ГИБДД совместно с воспитанниками, педагогами детского сада «Теремок» города Наринмара, а также представителям общественного совета при управлении МВД России по Ненинскому автономному округу Татьяной Груздовой присоединились к интернет-марафону «Безопасная страна ЮИД» и провели акцию «Я пешеход и пассажир». Участники акции записали видеоролик по безопасности дорожного движения с призывом безопасно переходить проезжую часть дороги, который будет доступен на странице сайта образовательной организации и отдела ГИБДД. Затем отправились к оживленному участку дороги в микрорайоне расположения детского учреждения с главным лозунгом на растяжке «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты» и раздали водителям проезжающих автомобилей нарисованные детьми листовки, содержащие призыв соблюдать правила дорожного движения и использовать детское удерживающее устройство при перевозке детей в автомобиле. 6 апреля 2018 года в окружную полицию поступило сообщение о том, что в приемное отделение окружной больницы доставлена женщина 1963 года рождения, сколота резаной раной грудной клетки и помещена в хирургическое отделение. Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая, находясь в гостях, употребляла спиртные напитки и у нее возник конфликт с другой женщиной 30 лет, присутствующей в квартире, которая и нанесла ей один удар ножом в область грудной клетки. Осознав содеянное, злоумышленница предприняла меры для оказания потерпевшей медицинской помощи. По данному факту проводится проверка. Стражи порядка призывают жителей округа воздерживаться от чрезмерного употребления спиртного. 6 апреля в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о том, что в вечернее время неизвестное лицо, находясь у магазина по улице Губкина, поселка Искателей, открыто похитило у местного жителя пакет с двумя бутылками вина. Оперуполномоченными уголовного розыска в течение нескольких часов лицо, совершившее грабеж, установлено. Им оказался ранее судимый мужчина, 89 года рождения, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту Г, части 2, статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. За прошедшую неделю в столице региона произошло два случая мошенничества. В первом случае в дежурную часть управления обратился 19-летний житель Наринмара. Полицейским юноша рассказал, что 7 апреля он осуществлял доставку заказов на дом в одном из кафе города. Менеджер передал ему заказ, который необходимо было доставить в одно из учреждений округа, и контактный телефон заказчика. Подъехав по указанному адресу, курьер позвонил по телефону. Ответивший мужчина сказал, что он сейчас занят и попросил юношу купить в магазине минеральную воду, а также попросил сдачу в сумме 3000 рублей перевести ему на номер телефона, с которого он разговаривает, сообщив, что при передаче заказа он расплатится купюрой достоинством в 5000 рублей. Курьер, выполнив просьбы заказчика, подъехал на парковку организации и позвонил на тот же номер, но он оказался выключен. Тогда молодой человек понял, что он стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Второй случай произошел 15 апреля. В дежурную часть обратился житель округа, работающий в офисе сотовой связи, и сообщил, что в результате мошеннических действий телефонной компании причинен ущерб в сумме свыше 140 тысяч рублей. Сотрудниками полиции установлено, что в офис телефонной компании пришел водитель одного из такси города и передал телефон менеджеру, сказав, что с ним хочет поговорить заместитель главы администрации. Работник компании взял телефон и якобы замглавы попросил его осуществить пополнение счета ряда телефонов, уверив в том, что перед ним стоит его личный водитель, и он оплатит всю сумму. Менеджер согласился и произвел пополнение более 10 счетов мобильных телефонов, после чего работник сотовой связи обратился к стоящему перед ним водителю с просьбой оплатить все переводы денежных средств. На что мужчина ответил, что он является водителем такси, номер телефона работника администрации он получил от диспетчера и, позвонив по нему, ответивший мужчина представился ему заместителем главы администрации и попросил проехать в офис сотовой связи и передать трубку телефона менеджеру, что он и сделал. В настоящее время по обоим фактам проводятся проверки, направленные на установление лиц, совершивших мошеннические действия. Уважаемые жители округа, стражи порядка в очередной раз призывают вас не переводить деньги неизвестным и малоизвестным лицам. Будьте бдительны, не действуйте поспешно, перепроверяйте полученную по телефону информацию всеми доступными способами. Не давайте возможность мошенникам завладеть вашими денежными средствами. В ноябре 2015 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт приобретения жителям Ненецкого автономного округа алкогольной продукции на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей, оклеенной поддельными акцизными и федеральными специальными марками. Мужчина, заведомо зная о незаконности своих действий, приобрел свыше 8 тысяч бутылок алкоголя на интернет-сайте и организовал его доставку по зимнику в Наринмар грузовым автомобильным транспортом с целью дальнейшей продажи на территории региона. Следователем управления окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении злоумышленника по пункту Б, части 6, статьи 171, прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенная в особо крупном размере, и направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Сотрудниками отдела уголовного розыска управления ввелся розыск лица, подозреваемого в совершении кражи и скрывшегося от следствия. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено в его местонахождении и осуществлен выезд в Санкт-Петербург, где находящееся в федеральном розыске лицо и задержано. В настоящее время задержанный доставлен в Наринмар для проведения следственных действий, и следователем управления в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. К сведению, находящийся под подпиской о невыезде гражданин обязуется не покидать без разрешения следователя место своего проживания, являться по вызову следователя и не препятствовать производству по делу каким-либо иным способом. 14 апреля 2018 года в деревне Лабожская проходило мероприятие «Печорский прорыв-2018». Охрану общественного порядка осуществляли два сотрудника полиции. Нарушение общественного порядка не допущено. В период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года указом президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года номер 202 вводятся усиленные меры безопасности, в том числе запрет въезда отдельных видов транспортных средств в населенные пункты, где будут проводиться матчи чемпионата мира. Так, с 1 июня по 17 июля 2018 года на территории городов Казань, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018 года на территории городов Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск запрещается въезд автобусам категории М2 и М3, осуществляющих перевозки пассажиров по заказам и для собственных нужд, а также регулярные перевозки в международном и межрегиональном сообщении. Въезд пассажирского транспорта в эти населенные пункты возможен при условии оборудования автобусов, аппаратуры и спутниковой навигации «Эроглонас», а также направления в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу 2018 года» в Российской Федерации и в территориальные органы МВД уведомлений о планируемом въезде в города-организаторы. Запрет не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам, проходящим в границах городов-организаторов. В целях обеспечения контроля за соблюдением установленного запрета на въездах в города-организаторы будут осуществляться необходимые проверочные мероприятия. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть ОМВД России по Нейнскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.